СМАРТ ПЛЮС Всем привет! Сегодня мы поговорим о будущих, да уже и теперешних хитах продаж. С уверенностью скажу, что эти два смартфона достойные продолжатели линейки Redmi, и даже больше. Замахнемся на святое, а не круче самого Redmi Note 4X. Вы спросите чем? Ну тогда смотрите сами. Во-первых скажу, что логично будет обозревать эти два смартфона в одном обзоре, поскольку и представлены они были вместе. Плюс тут же мы их и сравним, решив загадку. Так что все-таки лучше купить? Хотя купить можно и то и другое, но вы узнаете, что же лучше подойдет конкретно вам. У нас на обзоре версии на 3.32 памяти. Купить Redmi 5 можно по цене от 128 долларов за младшую версию, а Redmi 5 Plus от 153 долларов на момент записи данного видео. Лучшие цены от надежных продавцов смотрите в описании под данным сюжетом. Поставляются смартфоны в однотипных веселых красных коробках. Отличаются лишь размером. Комплектация же идентична. Это блок зарядки, кабель USB-Micro USB, скрепка, короткий мануал и что приятно, в комплекте силиконовый чехол. Черной версии темный, золотисто-белый, прозрачный. Помнится на рендерах, когда они только появились, все испугались огромных рамок Redmi 5. Но сейчас, когда его держишь в руках, понимаешь, что устройство выглядит стильно. Корпус тонкий, рамки небольшие. Смущает только, что на нижней части можно было разместить навигационные клавиши. Но следуя трендам, их влепили на экран. Та же история и с Redmi 5 Plus. Они очень похожи внешне, отличаются размерами корпуса, экрана, весом и корпус в Redmi 5 немного тоньше. В руке Redmi 5 сидит очень хорошо. Я без проблем дотягиваюсь большим пальцем к краю экрана. На плюс версии тоже, но уже немного сложнее. Xiaomi, выпустив два данных устройства, попытались угодить всем. И тем, кто любит более компактный форм-фактор, и тем, кто любит экраны побольше. В общем, пользоваться ими приятно. Корпус выполнен из металла. Сверху и снизу пластиковые вставки. Спереди 2,5 для стекла с отличным олеофобным покрытием. Различия есть также во вспышках. У Redmi 5 она одинарная, в плюс версии двойная. Таблица габаритов и сравнение на ваших экранах. По ощущениям от двух этих аппаратов сборка отличная. Все плотно подогнано, щелей и зазоров не обнаружено. И главное, никаких скрипов пластиковых вставок. Поговорим, скажу уверенно, о главных достоинствах данных аппаратов, о их дисплеях. Тут они трендовые, широкоформатные, 18 к 9. После пользования стандартными дисплеями эти понравились. Необычно, интересно и как глоток свежего воздуха. Плюс влазит больше информации при браузинге и чтении. Консервативным пользователям советую попробовать для сравнения. Хотя против привычных дисплеев тоже ничего не имею. Присутствует скругление экрана по углам. Сначала на рендерах мне не понравилось такое решение, поскольку это нарушает привычную симметрию прямоугольных дисплеев. Но вживую все не так уж плохо, а наоборот даже прикольно. Кстати, в Redmi 5 углы чуть менее скругленные. Сразу при включении, при первой загрузке было заметно, что экраны очень даже хороши по цветопередаче. Особенно порадовала глубина черного цвета. У дешевых матрицах она на полной яркости может сильно уходить в синий или фиолетовый цвет. Эти же дисплеи порадовали. Углы обзора отличные, цвета насыщены. Как по мне лучше, чем в предыдущих Redmi. Это уже первый плюс в отличии от Redmi Note 4X. Но держим в уме рандом от Xiaomi. Они запросто могут ставить разные матрицы. Перед вами скриншоты инженерки данных аппаратов. Баланс белого тоже порадовал в обоих смартах. Хотя и тут можно предположить, что он тоже будет не одинаков. Но в любом случае в настройках можно немного подрегулировать на свой вкус. Лично я люблю дисплеи с теплым белым цветом. Мультитач на 10 касаний в обеих смартах. Олеофобка очень хорошая. Чувствительность тача отличная. Еще как всегда у Xiaomi отличный диапазон яркости. В отличии от многих китайских производителей. И в темноте комфортно, и днем на улице читабельно. А это очень важно. В общем эти IPS матрицы порадовали. Сердцем данных смартфонов выступает процессора от всеми любимых QL.com. Snapdragon 450 в Redmi 5 и 625 в Redmi 5 Plus. В Antutu Redmi 5 выдает в районе 55 тысяч, а 5 Plus 63 тысячи. Тут казалось бы выигрывает модель 5 Plus. Но не все так просто. Во-первых, как ни странно, тяжелые игры будут лучше тянуть Redmi 5. И все благодаря разрешению дисплея, которое меньше, а именно HD Plus. Против Full HD в Redmi 5 Plus. Видеоускорители же у них одинаковые. Adreno 506. Танки у оба аппарата тянут нормально. На Redmi 5 можно выставлять среднюю графику для уверенного FPS даже в тяжелых картах. 5 Plus лучше выставить минимальную графу. Это что касается самой тяжелой игры на данный момент. А так почти все игры смартфоны тянут на максималках. Это огромный плюс в копилку Xiaomi. За такие деньги вы можете купить реально игровые смарты. Но все же, нужно отметить Full HD Plus экран в версии Plus. Кто бы что там не говорил, я разницу замечаю между просмотром видео на YouTube, между HD и Full HD разрешением. Кстати, вы заметили, сколько раз уже прозвучало слово плюс? Smart Plus, Full HD Plus, Redmi 5 Plus. В общем, одни плюсы от просмотра. Потому поставьте лайк и подпишитесь на канал. А мы едем дальше. Набор датчиков у данных смартфонов идентичен. Есть все необходимое. Ну и магнитный сенсор, что немаловажно для ориентации в картах. Работают смартфоны на Android 7.1 с MIUI 9 на борту. Благодаря заботе от компании Xiaomi, данный обзор мы делаем на официальных англо-китайских прошивках. Они приехали к нам в запаянных из завода коробках. Но с новой политикой от Xiaomi, чтобы прошить смартфон, вам нужно ждать еще от 4 до 15 дней. Я уже молчу о том, что сначала нужно подать заявку на разблокировку загрузчика. В общем, для непосвященных это муторное занятие. Спасибо, Xiaomi, за возможность подучить английский язык. В общем, если вы не техноголик и не хотите возиться с перепрошивкой, лучше покупайте сразу с глобалкой на борту. Или вообще глобальную версию. Потому ссылки снизу именно на смартфон с глобалкой. Я уже установил Google сервисы и пользуюсь пока так. Но потом не проблема будет установить глобалку. К слову, прошивка работает без тормозов и лагов. Пока все устраивает. По связи к смартфонам нет никаких нареканий. Wi-Fi, Bluetooth, GSM связь, все работает отлично. Bluetooth версии 4.2. LTE тоже будет работать, но учитывайте, что нет Ben 20, для кого это важно. Это что касается азиатской версии. В глобальной версии, конечно же, он будет. Теперь поговорим о камерах. Тут основные модули камеры одинаковы. А именно 12-мегапиксельные модули от OmniVision 12A10i со светосилой f2.2. Передние камеры тоже одинаковые. 5 мегапикселей со светосилой f2.0 и тоже от OmniVision. И кстати, тут есть фронтальная вспышка. Потому селфи вы сможете делать даже в темноте. Правда и качество уже будет не то. Но не спешим обольщаться. Уже попадаются отзывы о разных модулях. Встречаются также недорогие модули от Sony. Повторилась история с Redmi Note 4X. Может китайцы поняли, что для Redmi эти камеры очень хороши и решили на старте дать замануху, а потом обломать? Я надеюсь, что это не так. Но поделюсь о том, что имею на руках. За эту стоимость они по праву лучшие. Кстати, такой же модуль стоит у хитового Mi A1. Фото на ваших экранах. Видео тоже снимают достойно. Если фотовозможности между пятыми Redmi и Redmi Note 4X не имеют колоссальной разницы, то в съемке видео разница большая. Во-первых, не бегает автофокус, так как в Redmi Note 4. Во-вторых, даже в условиях недостаточного освещения нет просадки FPS, в отличие от того же Redmi Note 4 с модулем от Samsung. Пример записи видео на камеры Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Качество Full HD. Перефокусировка. Фокус работает примерно одинаково. В общем, они снимают отлично за свою цену и даже лучше, чем множество более дорогих смартфонов из Китая. Ради интереса сделал также сравнение видеосъемки Redmi 5 и Mi Note 3 в условиях искусственного освещения. Mi Note 3, кстати, стоит дороже более чем в два раза. Не могу сказать, что Redmi 5 уступает, что, конечно, странно. А если и уступает, то совсем незначительно. Видео на ваших экранах. Потому я считаю, что прогресс в камерах явный. Что касается различия между пятеркой и 5 Plus, то тут они лишь в софтовой настройке. Модули ведь одинаковы. Например, экспозиция при плохом освещении лучше работает на Redmi 5. Но зато Redmi 5 Plus может писать видео в 4K. Пятерка только в Full HD. В целом, камеру считаю одной из сильных сторон данных смартфонов. Что касается звука, то это интересная тема в кругу почитателей данных смартфонов. Нас просили проверить и сравнить звук. Сравнивали сразу 4 человека. Использовали оригинальные наушники Xiaomi Piston, а также недорогие наушники закрытого типа от Panasonic с сопротивлением 32 Ома. В тесте принимали участие 3 смартфона. Redmi 5, 5 Plus и Redmi Note 4. Так вот, в наушниках звук достойный у всех трех смартфонов. Показалось, что совсем чуть-чуть больше высоких частот в Redmi Note 4. Но разница настолько незначительна, что ею можно пренебречь. Также нужно принимать во внимание, что у всех разные наушники. При этом в настройках есть пресеты и эквалайзер, при помощи которых можно подстроить конкретную модель под себя. Ощутимо громче в наушниках звучит Redmi 5. Он легко раскачал наушники 32 Ома. Звука будет достаточно всем. Redmi Note 4 и 5 Plus играют чуть потише. Может именно потому я встречал отзывы, что Redmi 5 играет лучше. Послушайте сейчас мой голос. Правда, до этого было лучше? А ведь я только сделал тише. А сейчас вернул назад. Потому и басы стали глубже и так далее. Некоторые это явление называют лучше. Но громче не значит лучше. В вакуумных наушниках или в кладышах будет громко на всех телефонах. Вообще звук вас устроит. Кто любит закрытые наушники с большим сопротивлением, берите Redmi 5. Он громче. По частотам они все примерно одинаковы. А небольшую разницу вы легко сможете компенсировать эквалайзером или пресетами в настройках. Звук из динамиков практически одинаков. Но в Redmi 5 звук опять немного громче. Тише всего звучал Redmi Note 4. Плюс у него меньше низких частот. Пятые Redmi по частотам одинаковы. Разговорный динамик очень хорош и громкостью и четкостью звука в обеих смартфонах. Такое впечатление, что они тут абсолютно одинаковы. Тут Redmi нас радуют. Автономность Линейка Redmi всегда была хороша в автономности. Мало того, что Xiaomi в этой линейке использует аккумуляторы с немалой емкостью, сейчас плюсом в копилку автономности служат энергоэффективные процессоры. Xiaomi Redmi 5 имеет меньший аккумулятор на 3300 мА, но этого вполне достаточно на день полтора активной работы. Все благодаря энергоэффективному процессору на 14 нанометров. При замере тестера мой образец взял даже больше – 3400 с копейками миллиампер. Молодцы, что поставили процессор на 14 нанометров. И не молодцы, что урезали батарею. Хотя за тонкий корпус логично нужно платить. Батареи в том числе. В Redmi 5 Plus емкость батареи равна 4000 мА, что обеспечит ему полтора-два дня работы от одного заряда. На Redmi 5 20 минут игры в танки – минус 6%. 20 минут просмотра YouTube на средней яркости – минус 5%. На Redmi 5 Plus 20 минут игры в танки – минус 6%. И 20 минут YouTube – минус 4%. В целом автономностью будете довольны. Проверено. Ну а теперь давайте вкратце рассмотрим преимущества и недостатки бюджетных новинок от Xiaomi. Плюсы. Очень привлекательная цена. Модный широкоформатный яркий экран с хорошей цветопередачей, олеофобкой и углами обзора. Отличная автономность. Сборка. Материалы. Начинка. Достойное качество камеры. Из минусов можно отметить отсутствие поддержки по-настоящему быстрой зарядки. Хотя Redmi 5 Plus поддерживает, но блок в комплекте не от быстрой зарядки. На экраны кнопки управления, хотя под дисплеем много места. Micro USB 2.0 вместо ожидаемого USB Type-C. Хотя что вы хотели, это же линейка Redmi. Гибридный лоток под сим-карты. Отсутствие 20-го бенда LTE, хотя глобальная версия это исправит. Ну и последний субъективный минус, выпирающая глазки камер. На Redmi 5, кстати, больше выпирает. Из-за этого они могут царапаться. Одевайте подходящие или хотя бы комплектные чехлы. Подводя итоги, хочется сказать не затягивая. Свои деньги они отрабатывают с лихвой. Xiaomi держит свою марку. И в этот раз мы действительно увидели достойное продолжение этой серии. Если есть недостатки, то они совсем незначительны. Или их просто нет за эту цену. Для кого-то это могут быть наэкранные кнопки. Но в своем расположении они удобны, расположены близко. Я, например, довольно быстро привык и дискомфорта нет. Хотя кнопки под экраном, как по мне, удобнее. Где вы еще найдете такие камеры за такие деньги? 4К Redmi 5 Plus снимает хорошо. Отдельно камеру такого класса будет купить и того дороже. Где вы найдете игровой смарт за 130 долларов, который тянет все благодаря разрешению HD и неплохому видеоускорителю? Ответ прост. У Xiaomi. Скажу от себя. Я долго пользовался Redmi Note 4 на Snapdragon. По железу это тот же Redmi 5 Plus, но вот экран, звук из внешнего динамика и камера дарят новые ощущения. Потому, кто желает, можно переходить. Но и Redmi Note 4 тоже не пасет задних. И им еще можно спокойно и в кайф пользоваться долго. Но если бы я выбирал между четвертой и пятой серией, я бы без сомнений выбрал бы пятую. С вами был Smart Plus. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, включайте колокольчик и будьте в курсе технического прогресса. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok